Восстановление освобождённых земель останется основным приоритетом Азербайджана. На восстановление деоккупированных территорий из государственного бюджета Азербайджана в 2022 году будет выделено более 2 миллиардов монатов. Именно эта тема стала основной в ходе заседания Комитета Мили-Меджриса по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Сегодня азербайджанский народ отмечает победу в Отечественной войне. После этой победы, которую подарила нам азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, началось стремительное развитие и реконструкция освобождённых от оккупации территорий. Восстановление исторического облика, культурных памятников, работы по строительству продолжаются стремительными темпами. На реализацию этих задач в следующем году предусмотрено выделить 2,2 миллиарда монатов. Министр финансов отметил, что проекты бюджета на 2022 год и последующие три года будут направлены на поддержку экономического роста, социальную защиту семей шахидов и героев войны. Расходы фонда оплаты труда для военнослужащих, проходящих службу на освобождённых территориях, увеличены на 761 миллион монатов. В госбюджете на следующий год также предусмотрены средства для обеспечения жильём военнослужащих, отслуживших 20 лет и более. Также на заседании выступил министр экономики Микаил Джабаров. Он отметил, что основные направления стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы уже сформированы. За исключением финансирования территорий, пострадавших от оккупации, общий объём средств, необходимых для реализации стратегии, составляет около 20 миллиардов монатов и почти 11 миллиардов монатов приходится на долю государственного бюджета. В случае успешной реализации стратегии в стране в 2022-2026 годах среднегодовой темп роста ВВП будет на уровне почти 4%, а не нефтяного – 5%. Министр экономики отметил, что по сравнению с 2021 годом в стране прогнозируется рост инвестиций уже в 2022 году. Среднемесячная заработная плата в стране в 2022 году прогнозируется в размере 807 монатов. А реальный темп роста среднемесячной заработной платы прогнозируется на уровне почти в 5%. Главный вызов заключается в том, чтобы свести к нулю зависимость экономики страны от нефти. Для этого предусматривается создание адекватной атмосферы в экономике. С этой целью во всех сферах поставлены стратегические цели и план для их достижения. На финансирование стратегии требуется около 20 миллиардов монатов. Госбюджет на следующие 12 месяцев – это первый бюджет нового стратегического года. На заседании Комитета Милимеджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в связи с законопроектом о государственном бюджете Азербайджанской республики на 2022 год обсудили также тему расходов в сфере здравоохранения. На эти цели предусматривается выделить почти 2 миллиарда монатов. В статью расходов следующего года также включены средства на борьбу с пандемией коронавируса.